привет ребята сегодня у меня необычное видео потому что она не связана с обзором кукол она связана с определенной проблемой которая у меня возникла не знаю сталкивались ли вы с такой проблемой жесткость шарниров как вы знаете эту куколку с радужными волосами куколку барби экстра я пересадила на тело другой куколки куколки made to move такой девочки с пучком у них идеально подошел с кинтон но знаете у меня возникла проблема она достаточно как сказать такая жесткая вся какая-то вот смотрите прям я раньше думала что если тугие шарниры то это как плюс классно но я столкнулась тем что прямо аж трещит все пошел когда я пытаюсь ее как-то ну поменять ее положение вся прям такая ваш ужас какой-то не знаю это первый раз вот с этой куклы именно у меня возникло что на руках шарнир вроде бы ничего так ну как бы такой проблемы нет но на ноги это вообще что-то с чем-то поэтому у меня сегодня видео будет посвящено тому как сделать шарниры более податливыми и я хочу попробовать тот способ который все говорят ну о котором все говорят на ю тубе кукольники то есть в кипяток засунуть ее это я и сейчас буду делать я сейчас ее раздену в общем ребята что проблема еще из-за чего мне не понравилось что такие тугие шарниры посмотрите при движении вот при движении вот этого внутрь у меня вот этот шарнир видите что с ним произошло это именно от этой невероятной тугости я не знаю поможет ли горячая вода но сейчас у меня план такой погрузить ее в горячую воду верхнюю часть наверное я даже не буду погружать потому что меня вполне устраивает ручки хорошо двигаются здесь тоже немножко конечно вот здесь вот появилась такой но сейчас уже не так раз уже она хорошо двигается но вот здесь мне не нравится поэтому я сейчас буду ее погружать в кипяток и вместе посмотрим насколько ту гость вот этих шарниров изменится очень тяжело они поддаются очень трудно двигаются но вот эти еще куда не шло вот эти нижние но вот это вот в особенности вот вот именно вот это вот здесь вот бедра получается ну что начнем по всем ребят нам понадобится определенная ванночка я взяла небольшой потому что для меня имеет значение именно ее вот эта часть чтобы она вот здесь хорошо помещалась сейчас мы его так посадим так как ручки такого значения не имеют ну то есть проблемы с сумочками у меня нет мы будем ее заливать заливать кипяточком предварительно я вскипятила воду набираю прям полностью и буду держать ее какое-то время вот так вот она принимает сказать и ванну тут какие-то пузырьки будем надеяться что девочка наша станет более подвижной более податливой вот так вот обстоят она сбила ну что ребят вот наша девочка после всех процедур должна сказать что шарниры вот эти которые о которых я говорила стали реально более поддающимися на движение на все вот это особенно ножка у меня было особенно трудно и посмотрите она уже теперь спокойно двигается почему я решила это сделать потому что какой-то момент когда я двигала ножку вчера буквально я услышала треск оказывается это вот здесь по бокам немножко потреснула я так испугалась вообще вот и вы видите теперь вот эта часть она да она все также ну немножко как бы трудная ну смысле туговатенькая конечно но это небо и земля сейчас могу сказать что сейчас мне ее посадить не такая проблема как раньше а то мне ее было трудно посадить даже потому что она все время вот это вот вот это движение вот это трудно ножку так ножку этак а мы ведь любим мэй тунов именно за то что они двигаются у нас ну все вот такая девчонка сейчас все у нее хорошо двигается мне нравится по крайней мере я скажу так что гораздо лучше чем было так что ребят рекомендую этот способ ребят мне очень нравится что получилось в итоге мне нравится как у нее сейчас ножки двигаются мне нравится подвижность я должна признаться что в воде я продержала ее наверное минут десять если не больше может даже больше где-то может 15 минут чтобы конкретно пластик весь хорошо прогрелся и после этого я вынимала куколку как бы полотенчики и протирала и двигала шарниры проверяя их на подвижность я большую часть окунала ее попкой то есть коленки и нижнюю часть шарнира вот эти вот я их не не опускала уже потом воду то есть первые пять минут конечно она сидела как я вам показала а потом уже я ее просто опускала чисто вот этой частью чтобы вот именно эти шарниры привести в порядок вот ребят что я могу сказать весь этот способ мне кажется нормальный он работает и я уже так делала для своей куколки made to move пухляшки у нее ужасно были тугие шарниры в руках было невозможно согнуть а вот в этой части шарнира то есть вот здесь сгибалась эта часть а вот это нет мне пришлось использовать кипяток и это сработало я если честно была немножко скептически на это настроено но оказывается работает в общем ребят рекомендую данный способ единственное что будьте осторожны чтобы не обжечься я использовала просто чайник электрический скипятила воду было прям крутой кипяток посадила куколку и вот такой результат все ребят если будут вопросы задавайте под видео напишите если у вас была такая проблема с куклами с шарнирами и как вы ее решаете или вас не напрягает может быть когда у куклы тугие шарниры то есть ну как бы ваше мнение по этому поводу мне очень интересно может быть вы знаете еще какие-то способы так что вот так вот теперь моя куколка полноценная made to move я могу ее теперь всячески поставить в козу в разную позирующую так сказать я очень этому да ну все ребят хорошего вам дня классного настроения и скоро встретимся пока пока а а